В середине лета этого года эксперты рыбачки с нами ненадолго приехали в гости в детский туристический лагерь «Большое приключение», расположенный в центральной Карелии, на берегу очень красивого озера Мергубское. Это один из лагерей проекта известных российских путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро, где детей и подростков обучают навыкам туризма, велотуризму, трекингом с ездовыми лайками, сплаву на катамаранах. Опытные инструкторы, известные российские спортсмены-туристы, помогают детям осваивать все тонкости этих дисциплин и получить необходимые навыки жизни в условиях дикой природы. Занятия по ориентированию на местности, обращению с компасом, определение азимута объекта. Большая вольера, где живут уже несколько поколений «Лайк Хаски». Детей учат правильному уходу за этими собаками. Преодоление препятствий по навесному мосту. Дети сами выбирают те туристические направления, которыми им интересно заниматься. С этого года одной из таких факультативных дисциплин стала рыбалка. Самые-самые азы, необходимые туристу-воднику в длительном путешествии, чтобы поймать рыбу. Ведь может когда-то случиться, что это окажется условием жизненной необходимости. Сейчас мы видим, как детей учат сделать простейшую снасть из подручных предметов. Как привязать к леске крючок. В гости не приезжают без подарков. Эксперты рыбачки с нами привезли детям дневники рыболова и поплавочные удочки от торгового дома Апика Фиш и тоже подклютились к образовательному процессу. Очень надежный вариант. Наклоняем чуть-чуть пальцем, чтобы все не вылетело. Песок, песок, это все то, что убивает удочку. Нам ни в коем случае нельзя, чтобы песок перехнулся. Пальцем передержали, вышло первое по колено. Вынимаем. И вот таким небольшим круговым движением так раз, повернули, но не сильно. Следующее колено. Теперь смотрим. Опять повернули. Следующее колено. Повернули. И так далее. Ну вот наконец и самое интересное. Рыбалка. Дети на катамаранах отправились на остров, где два дня будут самостоятельно ловить и готовить рыбу. Вот что-то профессионально абсолютно ловит на микро-джит. Давайте вытираем одежду вместе. Вполне может быть автором статей нашего журнала. И резко вот так вот вперед. Это что сейчас было? Уже применяешь свои танцы? Я с душой старалась. Директор лагеря, чемпион России по сплаву Юрий Бабинцев и пресс-секретарь Вячеслав Венедиктов рассказывают о концепции проекта «Большое приключение». Отдых должен быть не только веселым и беззаботным, но обязательно активным, обязательно полезным. Об этом это основная идея лагеря «Большое приключение», которое создали в Карелии знаменитые путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро, и в котором мы сейчас в гостях. Дети в этом лагере учатся дружить, быть самостоятельными, решать какие-то небольшие проблемы, помогать друг другу, надеяться на помощь друга. Но это все идея. А основной метод этого лагеря «Большое приключение» это погружение в путешествие, в самостоятельное путешествие. В «Большом приключении», которое расположено в прекрасном месте центральной Карелии, на берегу Мергубского озера, ребята путешествуют по рекам на катамаранах, ездят по лесу на велосипедах, ходят в пешие походы. Сейчас мы с директором лагеря «Большое приключение» Юрием Михайловичем Бабинцевым, мастером спорта, чемпионом России по сплаву, заслуженным путешественником, приехали в гости к ребятам, которые находятся в однодневном тренировочном путешествии. Они готовятся к большому многодневному путешествию по программе, которая называется «Школа юного рыбака». Ребята здесь уже провели целый день, поставили палатки, сварили ужин, наловили рыбы. Главный герой дня у нас, Олег Каганец, сколько тебе лет? 14. 14 лет, ты из Москвы? Нет, из Санкт-Петербурга. Олег Каганец из Санкт-Петербурга, который сегодня выловил щуку, ну, наверное, килограмма на два. Три. Ну, какая она большая, покажи. Настоящая рыбака. Во, вот такая. Понятно, что рыбак. Теперь это щука уже выпотрошенная, почищенная, засоленная, висит вот у нас сзади, солится. А скажите, а еще на какие вы с Настей сегодня рыбачили? На поплавок. А я видел, у вас что-то с кормушкой там было. На донку что-то брало? Да, елец большой брало. Среди детей есть и совсем начинающие, и очень даже продвинутые рыболовы. Дети с удовольствием помогают друг другу, делятся знаниями и приманками. Здесь нет агитационных плакатов с пафосными лозунгами и всего того, что у нас принято называть воспитательным процессом. Здесь воспитывает сама уникальная атмосфера дружбы, взаимовыручки, созданная организаторами и работниками лагеря. Ну и, конечно, удивительная по красоте северная природа Карелии, края, куда однажды попав, в будущем обязательно захочется не раз еще вернуться.